Мы взяли установку для наблюдения волн на воде и прикрепили к генератору колебаний плоскую пластину. Такая пластина создает волны с прямыми гребнями. Сейчас генератор работает на частоте 10 герц и пластина делает 10 колебаний в секунду. На дно кюветы наклеены два кусочка изоленты на расстоянии 20 сантиметров друг от друга. Чтобы хорошо разглядеть волны сфотографируем изображение. На фотографии между отметками уложилось 10 полос от гребня до гребня. Значит расстояние между соседними гребнями равно 2 сантиметрам. Это расстояние называется длиной волны. Рассчитаем скорость с которой движутся гребни волн. За одну секунду от пластины уходит 10 гребней и первый гребень проходит 10 длин волн, то есть 20 сантиметров. Поэтому скорость волны составляет 20 сантиметров в секунду. Запишем формулу для скорости волн. Скорость равняется частоте умноженной на длину волны. Если мы знаем частоту и скорость волн, мы можем рассчитать длину волны. Длина волны равняется скорости, поделенной на частоту. Теперь поговорим о звуковых волнах в воздухе. Скорость звука в воздухе составляет 340 метров в секунду. Почти в 2000 раз больше, чем у волн, которые мы наблюдали на воде. Для примера возьмем звук, который возникает, когда комар машет крылышками. Его частота примерно 700 герц. Тогда длина звуковой волны равняется 340 метрам в секунду, деленным на 700 герц, получается примерно полметра. Комар машет крылышками часто, но звук распространяется очень быстро, и за один взмах крыльев гребень успевает уйти от комара на полметра. Сделаем еще один опыт. Запустим короткую волну на частоте 20 герц и поставим в кювету широкий экран. За экраном образовалась тень, волна в нее практически не проходит. Теперь вынем экран, запустим длинную волну на частоте 7 герц и поставим в кювету узкое препятствие. Волна огибает препятствие и снова смыкается за ним. Оказывается, что если размеры препятствия малы по сравнению с длиной волны, то тогда волна себя ведет так, словно препятствия, вообще нет. В точности таким же образом ведут себя и звуковые волны. Если звук низкий, то мы услышим его, даже стоя за препятствием. А если высокий, мы окажемся в звуковой тени. Давайте оценим, какую частоту должен иметь звук, чтобы он огибал дачный домик размером 5 метров. Длина звуковой волны должна быть заметна больше 5 метров. Частота – это скорость волны, деленная на ее длину. Делим 340 метров в секунду на 5 метров, получаем частоту приблизительно в 70 герц. Эта частота соответствует очень низкому голосу. Получается, что обычные звуки человеческой речи не должны огибать такое препятствие. Во всяком случае, дом их сильно ослабит. Видоизменим опыт с экранами. Запустим короткую волну и поставим два экрана так, чтобы между ними образовалось широкое окно. За экранами возникают боковые тени. А теперь пусть волна будет длинной, а окно узким. Посмотрите, волна расходится за окном кругами во все стороны.